26 января по новому стилю 1775 года Екатерина II издала указ и в результате с карт России пропала река Яек и появилась река Урал. Заодно были переименованы Яицкий городок в Уральск и Яицкое войско в Уральское. Случаев, когда имена меняли реки, кстати, очень мало. Можно сказать, что нам в какой-то степени повезло. Только не совсем понятно, стоит ли радоваться подобному везению. В указе объяснялось, зачем это было сделано. Для совершенного забвения, последовавшего на яйке несчастного происшествия. Происшествием назван Пугачевский бунт. В 1773 и 1774 годах отряды Емельяна Пугачева навели шороху по всему Уралу, захватывая и оставляя будущие города, включая Челябинск. Восстание было подавлено, Пугачев казнен, а власть в лице Екатерины придумала, как обо всем этом забыть. Сейчас-то мы точно можем сказать, что план императрицы успехом не увенчался. Пугачев стал настолько легендарной личностью, что им заинтересовался даже Пушкин, в результате чего появились повести «Капитанская дочка» и «История Пугачева». И именно по пути в наши края Пушкин остановился в Нижнем Новгороде, где его приняли за ревизора из Петербурга. Позже он подарил этот сюжет Гоголя, после чего родилась его комедия. Можно было бы предположить, что советская власть совершит неожиданный шаг и не даст новое название хоть чему-то, а наоборот вернет историческое реке Урал. Но не сложилось. Возможно и зря. Ведь имя Яек известно несколько столетий. Только в русских источниках первого упоминания о нем датируется 1140 годом. А название Дайкс есть даже на картах, составленных Птолемеем во втором веке нашей эры. Разве что в имени Яек нет ничего особо интересного. Оно всего лишь происходит от тюркского корня со значением «затопляющее». Субтитры создавал DimaTorzok